Классический деловой стиль. Нет ярким цветам, джинсам и стразам. Белый верх, темный низ. На этом варианте, пожалуй, сошлись все сочинские образовательные учреждения. То, каким будет внешний вид учеников, этот вопрос нужно решить до 1 сентября. В новом учебном году за парты дети должны сесть уже в школьной форме. Так как на уровне Российской Федерации вот этих единых требований к школьной форме нет, пока решение о введении требований к внешнему виду обучающихся, оно возложено на родительскую, педагогическую общественность. Вопрос школьной формы в 44-й гимназии решили еще 18 лет назад. Тогда здесь ввели единый стиль одежды. К школьной форме гимназисты уже привыкли и с удовольствием демонстрируют наряды. Единый цвет зеленый. У девочек юбки либо сарафаны. У мальчиков брюки и жилеты. У девочек как юбка, так и сарафаны. А у мальчиков жилеты, брюки и кофты белые. Зимой мы одеваем такие вот жилеты. Они помогают тепло, а когда жарко, мы одеваем кофты и брюки. В гимназии даже есть форма для занятий физкультурой, шорты и футболки. И главная отличительная особенность – на каждом предмете одежды эмблема гимназии. Дети уважительно относятся к своей форме, к своей школе. И, конечно, этот элемент объединяющий, он, конечно, объединяет в одну общность. Они действительно любят свою гимназию, и они с гордостью носят эту форму. В такой форме в гимназии ходит вся начальная школа. Комплекты шьют индивидуально для каждого ребенка. Все из натуральных тканей отечественного производства. Практично, недорого и удобно, отмечают родители. Девочки, уже третий год в одной и той же форме, ни капельки она не потеряла своего внешнего вида. У нас два вида – сарафанчик и жилетка с юбочкой. А в такой форме ходят ученики 10-й школы, те, которые занимаются в казачьих классах. Юбка и китель – это повседневная одежда. На праздники девушки надевают головные уборы, а юноши в комплекте с кителем и брюками на торжественной линейке надевают традиционную одежду казаков. Во всех классах мы обычных вводим черные костюмы, черные сарафаны, черные юбки, белые блузки. Единственное, что будет отличать – это шеврон. Будет нашиваться на рукав с эмблемой школы. В классах казачьей направленности их у нас в этом году будет 15. Из них где-то уже класса 4 шьют специальную форму. То есть это уже, естественно, зависит от авторитета учителя, от желания родителей. То есть принуждения со стороны школы никакого нет. Школьная форма, согласно новому закону, должна устранить признаки социального и религиозного различия между учениками. К слову, какой бы конкретно она ни была, главная форма должна быть удобной, практичной и нравиться самим школьникам. И, как отмечают в Управлении по образованию и науке, в Сочи на протяжении последних 5-7 лет внутри образовательных учреждений уже устанавливают свой дресс-код. А это значит, что переход на школьную форму на курорте должен пройти безболезненно.